Заявка. Нужен Мерседес, нужен Мерседес В-класс, нужен Мерседес на коже. И тут у нас открылись ворота рая. Ложим денег на счет, давайте документы. Друзья, документов нет. Реальный тотал, реальный хлам. В среду обычные инкассаторские бронированные автомобили. Сажают 4 человека в машину с оружием. И вот вся вот эта хуйня, которая там есть, она фигачит на соседней это может. Один труп, два раненых, вертолеты раненых забирали. Большое спасибо за вот такой офигенный жизненный опыт. Второй раз, хрен бы я его повторил. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Кто когда смотрит, сегодня пипец невероятная история в формате о том, как мы могли пристроиться. Ну, как бы немый заказчик, но тем не менее, в аккуратно пятнашечку евро, как за здрасте. Вот только одним розчерком пера. Как? Смотрим. Может, за кофейком сбегать, чтобы мне вообще штырить начало. Нет, так нужно сейчас пойти по-богатому, взять там бутылку вискаря и как начать. Заявка. Нужен мерседес, нужен мерседес в класс, нужен мерседес на коже. Короче, вроде бы все нормально, за исключением одного момента. Имеем 31 тысячу евро. Это надо сказать, что покупка только на автомобиль выделяется. Обязательные условия машины должна быть там после 15-го года. Машина должна иметь не больше 250 тысяч пробег. Что, в принципе, для В-класса меньше 250 за эти бабки. Ну, это пипец. Это, короче, либо утопленник, либо вот машина появилась, мы позвонили, а машины уже нет. Машина появилась вечером, с утра звоним, нет. Или же машина появилась там ночью, а с утра это объявление уже не активно. Вот как они это продают, что они делают. Ну, как бы я, есть у меня соображение, понятие. Это вообще история для отдельного видео. Но вот таких вот заявок дофига. То есть человек, когда выбирает себе автомобиль, он видит дофига вариантов. Либо мусор, либо дешевые варианты. И понимаем, что в принципе-то машину можно и взять, можно и купить. Но мы-то чуваки на опыте и понимаем, что нормальная машина везде стоит денег, особенно сейчас в Германии. Я говорю, до свидания. Вот не ведусь, вот не хочу. Но наши пацаны эту заявку, типа, берут на свой страх и риск. Я об этом узнал недели через две. Я понял, что уже пипец тотальная работа сделана. Вот дофига чего сделано, много прозвонено, хреново тучи денег потрачено на отчеты, прежде всего, сам карвертикл, сама история. Короче, я говорю, стоп, пацаны, возвращаем заказчику денег. Заказчик отказался. Худо-бедная человек говорит, типа, окей, я согласен, ищем дальше, я на все согласен, все класс. Я говорю, я не согласен. Ну, какими-то правдами и неправдами меня убедили, то есть мы открыто человеку сказали, что, дружище, мы смотрим для тебя 10 автомобилей, вытягиваем 10 историй. Если нету, ты прилетел на услугу стоимостью в практически полторы тысячи евро. Пацаны, я согласен. Мы вынуждены взять эту сделку в работу, хотя мы понимаем, что она идет тупо по низу рынка, дешевле уже нету. Но будем надеяться на лоховской фарт. Может быть повезет. У нас, кстати, есть опыт, нам раньше везло, может быть повезет и сейчас. Реальный тотал, реальный хлам. Так вот, вся заявка рушилась тогда, когда начинали две недели, мы тратили на то, что мы брали эти отчеты, деньги уходят, 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 а толку нет. И вот после этого я говорю, стоп, пацаны, давайте не мучать, вообще никому, вот я за все заплачу, вы купили себе опыт, человек, блин, поискал, понял, потыкался, помыкался, блин, жалко человека, давайте вернем ему денег. В очередной раз мы предлагаем вернуть денег. Я понимаю, что мы пойдем в какой-то минус, мы не заработаем и не в правилах нашей компании возвращать всю сумму денег, когда уже есть проделанный офигенно здоровый этап работы. Ну, я готов идти на эти уступки, я готов идти на потери, но заказчик говорит, нет, я хочу продолжать. Материться будем, нет? Короче, это пи***ть. Вот здесь появилось еще одно обязательное условие, нужен экстра лонг. Ну, сказать, что после этого я, ну, вообще ничего не сказать. Ну, нет, вот тупо нет. Короче, было принято решение поменять менеджера, потому что есть у нас чувак с большим богатым опытом, тот сразу в полете понимает, в разговоре он общается, он уже понимает, получается эту заявку закрыть или не получается. Чувак мега талантливый, хороший, интересный. Кстати, еще один момент после этой заявки, он уволился. Ну, не мы его уволили, он сам сказал, пацаны, я устал, я не хочу. Ну, реальная история жизни, взяли, блин, захерачили мне такого человека классного. Короче, берет он эту заявку, он смотрит, ага, ага, Мерседес, да. Алло, здравствуйте, давайте смотреть Рено Трафик. Что, трафик нет? Блин, окей, давайте смотреть транспортер. Короче, что угодно, только не Мерседес. Потому что все понимают вокруг, Мерседес за 31 это, блин, да ну не, конечно, можно купить тебе дрова, но только потом с ними, что с ними делать, как на это всю хрень дать гарантию, непонятно. Попытка переубедить человека не увенчалась вообще никаким успехом. Я второй раз акцентирую внимание. Друзья, давайте вернем денег. Стоп, мы с этим работать не будем. Посоветовавшись коллективно, я объяснил, что для того, чтобы эта заявка была удачной, надо повысить бюджет вот на десяточку и тогда можно по дну рынка что-то ползать смотреть экстралонги. Окей, сказано, сделано, не нашли за 31, ищем за 40. И тут у нас открылись ворота рая, и у нас появилось, сука, такое несметное количество автомобилей в количестве трех штук. Три машины, не из рынка, но уже хотя бы можно с ними общаться. Есть у нас парень Володя, говорит, я поеду посмотрю эту машину, там она что-то там задолен, что-то 480 километров, я ему скидываю денег на топливо, и Володя едет на своем BMW со скоростью там в среднем в районе 180 километров в час, благо дороги позволяют. Приезжает. Какая-то эмблема была, какой-то, наверное, решающий ездил, смотрящий. Подожди, это этот Мерседес? Стоит по адресу, он, я думаю, что это он, на торпеде какие-то лепухи, благородные. Французская машина, благородная, она вся в коциках. Нет, там, подожди, там вроде немецкая была. 220-я, правильно, она, авангард. По Вин-коду посмотри. Ага, сейчас, ебать, 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 она со всех сторон. Вот такое чувство, что на нее кто-то, благородные, издевались, подожди, этого Вин-кода нет. Сейчас дуб, где-то едет, чурка, говорю, 30 минут, благородный. Такой, благородный, если это он, то я думаю, что даже не стоит на него втратить. Ну, просто... Если это он, едем, добываем Вин-код на следующий и едем дальше. Ну, это понятно. Да, что-то я разоперован. Ну, я просто, знаешь, сколько пересмотрел, благородный. Ты не понимаешь, благородный. Это такой, сука, хламина, ебаный. Кидай, объяву, следующую, которую обрабатывать. Я тебе скину последовательно еще три вчера вечером. Короче, мы понимаем, что это полный алис, хотя по фотографии. Но, это машина. Фигня дело, у нас еще есть два машина. Два машина к осмотру. Володя возвращается. За время, пока он ехал, вторая машина... Ну, в смысле, она уже была продана. То есть, мы тупо даже не успели ее посмотреть. Остается последний шанс. Третья машина. Едем по дороге, выясняем, что это действительно немец, что действительно ему принадлежит эта площадка. Вытягиваем всю историю, смотрим, нюхаем, грызем. Понимаем, что машина не бита, не крашена. Приезжаем. Так, Никола, доброго дня еще раз в вашу хату. Ось я приехал до цієї машины. Какую мы смотрели, по которой нам видео скинули. Видимо, гадмо, что тут такая красивая губа снизу на нем. Вже рестайлинговая решетка красивая. Бачим, нормальные колеса. Резина такая уже. Может быть еще поезды. А может... Нет, ну еще этот сезон можно выкатить. Так, пока крыло оригинал. Это мне не понятно. Что у него тут так бьет капот. Капот у нас где в перепиле, да, получается? Получается, да. Не зрозумево, почему так. А тут крыло оригинал. Крыло, крыло оригинал. Капот в перепиле. Может быть, сколы... Ну да, сколы немае, взагалі на нем не. Тому, мабуть, и... Это этим поясняется. Стоечка оригинал. Пошли дальше. Крыло оригинал. Верпи. 5. Допуск. Но 5,5 сейчас будем смотреть. 4,5 сейчас. 4,6. Як то таке може бути? Ай, можливо. Не, допуск, допуск. Подвергом допуск. Да. Це, пластик. Допуск. 4,8, 4,9. 6,6. Мабуть, це, щоб вони казали, що лаком тут насправді це лак. Да. Да, тут все ціле. Нехня частина в оригиналі. Тут місцями для знаходу 6,5, бо 5,1 дверка в оригиналі, але вона так зроблена. Микола, я можу вам сказати, що тут навіть я своїм музикійним, так сказати, оком не можу знайти ні шегри, ні нерівної, ні нічого. А це заводська, заводський перепил, дуже, дуже гарна якість перепила, таке рідко зустрічається. Оригинал, так звичайно. Оригинал. Оригинал. Я не розумію. Я не розумію. Ой, а тут споклівочка я. Прямо в одному місці. Хопа. 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 вот она мечта наконец-то ну я нас например по себе понимаю машина крашеный капот чем крашеный блин да потому что на автобанах все фигачат как камешки вылетают капот бьется нормально то есть то что крашеный капот они практически везде крашеные крылья честно скажу я думаю что по той же причине ну потому что они были побиты хотя с другой стороны машине пять лет и у нее на тот момент было 70 70 не было 67 тысяч километров на момент осмотра было в этой тачке мы подняли машину для чего для того чтобы осмотреть турбину смотреть или нигде ничего не кидает так что я могу сказать турбина сухая это защитка обработано все коробочка сухая смотрим что у нас тут сзади успокоитель сухой запаска у нас металлическая но резина хорошая так что мы еще здесь смотрим это нам не интересно весь кузов обработан то есть и обязательно сейчас хочу обратить внимание вот где у нас были подкрасы да то есть тут видно что владелец обрабатывал кузов но это тоже неплохо как бы как я считаю это все обработка видно что тут ничего не было такого плачевного то есть оно все по оригиналу так сказать да тут я показал тоже все обработано видите сухенькая обработана так смотрим на эту сторону что здесь диски уже практически впереди практически новые там небольшой пробег а вот задние диски вообще наверно только помененные были потому что они тупо новые задние диски видите что мы еще можем увидеть можем увидеть что сухо амортизаторы сухие сухо как бы нам залезть туда мы не значит машина полностью обслужена машина никогда не видела никакого из того кроме mercedes то есть там такая хорошая холеная здоровая история понятное дело что там были какие-то болячки прошивки колодки диски нормальные обычный вот такой вот жизнь автомобиля но то что она крашена сюрпризом оказалось даже для продавца говорит пацаны я не знал минус 1000 евро вот все что я могу скинуть машина и так самое дешевое вот нету дешевле экстра лонга в коже с таким пробегом акцентирую внимание что мы искали пробег до двухсот пятидесяти все бобер можно выдохнуть тут начинается вторая эпопея в украине свист платежи они заблокированы ну то есть с их платежом можно перезвать там не знаю с чернигова в харьков деньги с киева в хмельницкий со львова в одессу все в польшу в другие страны нельзя соответственно безнальный счет закрыт и деньги еще в николаевской области обычно мы как делаем когда у нас есть такая проблема вообще для нас это не проблема вот для меня самый лучший вариант чтобы я денег не видел вообще чтобы мы их не брали чтобы мы с ними куда-то не ехали вот просто не трогайте нас вот есть разные варианты если механизмы и вот один из вариантов это спилка валютчиков украины рассказываю как это работает берет человек котлету идет в обменный пункт естественно по предварительной договоренности по созданным кодам называется у них эта перестановка заносит в кассу денег чего-то они там делают шахер махер шума и на следующий день в банке человек в германии приходит в большом городе и забирает этих денег полном объеме стоит процедура в зависимости от времени года от короче по разным причинам до двух процентов вот но мы имеем момент николаевская область это еще не оккупированная территория но обменок партнеров там нет человек без автомобиля а ближайший такой обменный пункт находится в кировограни то есть расстояние представляете кто не шарит по карте глупите расстояние вы поймете что это ну его нафиг с такими деньгами ехать через такое количество блокпостов пацаны не растерялись я что знаю что у них есть бронемобили имеется ввиду обычные инкассаторские бронированные автомобили сажают четыре человека в машину снаряженных с оружием с разрешениями и едут они из кировограда фигачат николаевскую область принимают денег и на следующие сутки действительно эти деньги выдают нашим парням в германии и вот она время че положим денег на счет перечисляем и в это время принимают закон что нулевая растаможка только до первого числа закрывается краковец мы знаем и закрывается ягоды и вот все вот это которая там есть она фигачит на соседние таможни сейчас какой-то там 20 22 когда это было же не помню я помню где недели я помню состояние свое я помню что через четыре минуты я охренел сейчас расскажу от чего прикиньте ситуация мы перечисляем денег все нормально давайте документы друзья документов нет документы в банке эта ситуация может запросто в элементе растянуться на неделю звоним всем кому знаем и во франкфурте опять-таки блин пацаны низкий вам поклон которые соглашаются сделать документы но смысле взять желтые номера но только техпаспорта нет короче решили сделали по копиям документов это я уже делаю не первый раз первый раз я делал это был опелин сиднее кстати тоже пипец интереснейшая история вы знаете что делать делаем по копиям получаем транзитные номера получаем техпаспорт имеем номера документы во франкфурте потому что наши друзья находятся во франкфурте они на свою компанию купили этот автомобиль и ждут пока с банка приедут документы короче пацаны отработали красавчики но у нас нет водителя у нас нет лафета очень нашлось а человек который живет в гамбурге так себе тоже расстояние посмотрите где гамбург для психи где франкфурт но есть люди то есть есть некая возможность короче сумасшедшая идея один там другой там и надо а это еще было в момент как я договаривался тогда когда еще не было номеров надо рассчитать время таким образом чтобы один выехал приехал в точку x до выдачи автомобиля второй должен поехать получить номера приехать в ляйпциг и все это нужно сделать приблизительно в одно время и что самое важное до 17 часов до закрытия салона 500 километров что одному что другому а дальше от ляйпцига надо еще блин тысячу почти 200 километров валить сторону государственной границы один человек так себе история нашлось два человека забрали машину забрали документы и повесили номера за льду ли полный бак в сторону государственной границы занимаем очередь говорим там четыре машины вперед четыре машины назад к нам едет mercedes 23 километра очередь мы понимаем что все равно мы нифига не проходим четыре с половиной километра три дня от 11 километров а до закрытия остается 6 дней люди через каждые несколько километров начали выставлять блокпосты и спрашивают смотрят кто едет то есть если там действительно машина не под растаможку то есть если она по документам принадлежит человеку окей езжай ветер спину но если что-то не так человека не пускают а еще был момент на угринево это соседняя кордон девочка на джипе фигачит сторону украины на бесплатную растаможку потому что надо успеть и где-то она там на повороте не справляется с управлением и херачит 6 машин один труп 2 раненых вертолеты раненых забирали коллапс на границе никто никуда не едет никого не пропускают естественно у народа в очереди напряжение такое что очень большой ажиотаж это уже не проходняк ни при каких обстоятельствах потому что хитро сделаны которые платят по 600 евро за пролет мы понимаем что их там большой вагон и маленькая тележка у нас большой волонтерский опыт и соответственно мы на 600 евро покупаем блин вермишелей крупы консервы тушенки и вот со всей этой херней по документам имея опыт заезжаем в сопровождении полицейских ну это наверное сыграло то что мы дофига привезли машин и у нас нет косяков не перед польским государством не перед украинским вот все что мы везем мы доставляем парням кстати гуманитарку которую купили была роздана вчера в харькове под харьковом не скажу где спасибо спасибо бы передаем гуманитарную допомогу хлопцем трижки смоколы кив ну чё ты ругаешься на видео все шобу хлопцев было трешечки чем стресс сняты дякую по украине героям слава мы проехали но здесь есть другая тема польшу то мы прошли все хорошо все замечательно чин чинарем на есть еще украина и 700 охреневших человек которые там сделали живую очередь расписать и снова пришел на помощь опыт волонтера если кто вдруг не знает автомобиль который везется под растаможку везет груз гуманитарной помощи это дает право на законодательном уровне растамаживать автомобиль без очереди и зная эту информацию уже с легкостью в душе с пачкой документов в руках с ноги открывается дверь кидается на стол документа объясняется ситуация то говорит что на таможне ну смысле на границе растамаживают машины это все лапша на уши народу никому не верьте процедура следующая машина на границе становится под таможенный контроль ни больше ни меньше то есть таможенник разрешает согласно ваших документов принимает решение либо пропустить вас если все хорошо либо же не пропустить и задержать этот груз до выяснения обстоятельств или же до привода документа документов в порядок в нормальный вид скажем так надлежащий так вот растаможка на границе это выезжаем на территории украины и с правой стороны сразу стоит огромный терминал который набит так что там чуть ли машины сверху уже не ставят и естественно пройти там ждать еще четыре дня пока там какой-то охеревший таможенник покурит на глазах у всех и никто же ничего не скажет у него время есть время обеда он может пойти подписать пока как а на дворе уже 27 число то есть да понятно что вроде бы еще есть целых три дня но расслабляться надо тогда когда есть документы с печатью оранжевое шутцов размыты но все платежи сделаны машина выехала получила сертификацию и вот на всякий случай вот когда есть регистрация вот тогда точно все кстати наши машины проехали не всем да так бывает до люди попали люди пристроились но не мы в этом виноваты то есть у нас каждый человек который к нам заходил абсолютно каждый был предупрежден что риск того что 30 числа будет все он велик все согласились поэтому кипиша у нас нет у нас есть брокер в штате я макс найди пожалуйста самую незабитую таможню вот где меньше всего людей нам это дело нужно успеть короче выбрали таможню в вышгороде я сам не знал что место можно какие-то заезжаешь выше сколько раз я туда ездил 50 метров вправо такой здоровый терминал стоит и на этом терминале было ну сейчас скажу был он заполнен три машины я был 3 а ну был еще один грузовик с аптекой все мана небесная два часа машина растаможена вот теперь можно расслабить булки и папе и пойти попить кофе можно пойти попить кофе позавтракать или еще что-то надо рассказать все вы не отпускаете сертификация специально выбирается точно также звоним спрашиваем у кого какие большие очереди по поводу сертификата очень важный момент все кто едут сразу спрашиваете вы выдаете сразу сертификат либо его надо ждать отправлять новой почтой отправлять новой почтой если кто не знал это не совсем правильно по закону я расскажу машина на таможенный терминал должна заезжать в таком же виде никуда не заезжая вот с таможенного контроля она заехала и она должна заехать сразу же в зону таможенного контроля где ей сделаю все необходимые процедуры но только есть один момент нужно доказать нашему государству что европейский автомобиль ими в котором в техпаспорте в немецком техпаспорте написано евро 6 надо нашим таможенникам доказать что у нее стандарт выше евро 2 вот такая вот у нас норма ничего не делают очень быстренько вот просто фигачатся справки по тысячу гривен куда вносится вин код и кто-то там какой-то вася пупыркин говорит да я утверждаю что эта машина действительно является евро 2 и выше и вот на основании вот этого документа они немецкого техпаспорта автомобиль можно уже дальше растамаживать мы хитрим мы сначала проходим сертификацию и в данном случае вот эта процедура нужна только для того чтобы не платить лишние тысячу гривен потому что на самом деле эта справка это филькина грамма то нее подкладывают под документы для того чтобы пройти короче чтобы сбить вас больше денег поэтому мы сначала проходим сертификацию а когда уже есть сертификат там написано что автомобиль евро 6 никакая справка не нужно вот поэтому важно почему сертификат должен быть день в день если вы спешите если вам подходит там на следующий день послезавтра пришлют новой почтой еще как-то окей нам было достаточно фотографий то есть я пока доехал с сертификации на таможню у меня уже была фотография в хорошая качественная этого сертификата и таким образом мне пришлось платить тысячу гривен после сертификации со спокойной душой вот если бы была компания вот тогда можно было бы спокойно забухать вообще да вот это вот тема которая на версии про любили если понятно вот это вот штука а специально резиновая сделана для того чтобы двери не бились но здесь с учетом того что вырез под бак получается так что вся эта защита тупо пролетает мимо мимо кассы вот так вот двери фигачатся вот сюда бы наклеить для таких вещей а так так и так время че скажет пацаны идите вы нахер со своим мерседесом с нашей volkswagen of sky станции он здесь не поднимается а ворота еще ничего что его надо будет поднимать открытыми воротами вот прелести экстра лонга хер на какую станцию зайдет но не мне на любую скажем так я наверно стану ну летом да а в принципе сам факт того что вот вроде бы машина вроде бы и такой легкий минивенчик а жопа торчит на улицу упирается сейчас его поднимаем она упрется в двери нафига такая здоровая машина или нет нафига такой маленькой сту вот надо было сделать его шире буквально на полметра туда и на полметра сюда и все и можно было бегать вокруг этой машины топтать хороводы но правда и стройка обошлась бы тысяч на нацать дороже вылупить три этажа вверх на метр туда и метр туда нам нам здесь надо поменять масло в двигателе надо поменять масло в коробке все фильтра машина влезет вон смотри торчи чуть-чуть на улице ну есть роллеты есть ворота работает с машиной будут когда короче вы его поднимите сейчас мы проверяем то есть пока не уезжать сяду на пенек съем пирожок вот тебе пирожок вот тебе вода с крана минерализированная кстати как каком это веке кране на из того было минерализированная вода хочешь спрайт все что хочешь хочешь душ хочешь стиральная машина только сиденье унди сидим ждем вроде поднялся все можно сваливать в общем машину нужно обслужить перед выдачей поэтому мы как минимум приехали сюда поменять масло коробки в коробке ну здесь все-таки 70 тысяч и немцы говорят что здесь масло в коробке не меняется никогда но мы это знаем что все жидкостя страдают тогда когда есть какой-то перегрев поэтому на свой страх и риск мы здесь меняем масло в коробке меняем с фильтром фильтр здесь в поддоне вот этого со здоровая пластиковая хрень и он сразу идет с фильтром вот меняем масло потому что здесь машины вообще машина после замены уже проехала 7 короче 8000 километров осталось совсем чуть-чуть и вчера я уже залил сюда украинской соля рачки машина едет хорошо но масло long life который использует немцы и но такое классное холёное работает только в комплекте с соляркой которая немецкая мужа там нету количество серы такого которое есть у нас и вот это вот сера она разрушает химический хвост формулы масло long life она тупо не работает никаких нахер больше там 10000 нельзя этого делать то есть комплект присадок он заканчивается там 78000 короче 250 моточасов и машина будет жить долго и счастливо завтра мы забираем автомобиль завезем его на сигнализацию установку дополнительно и блин там еще два дня будет и только лишь после этого машина поедет к своему заказчику для того чтобы ее выдать и для того чтобы она была классная цельная офигенная красивая не скажу что тут еще будет излучай зинга стоять но всякие электронные плюшки здесь будут наставлены в общем то осталось опять дуть полный бак кстати для меня было открытием я был уверен что у экстра лонга 120 литров бак 60 я охренел ну блин как вот такая машина 60 литров бак с учетом того что мы нашли этого блин единорога я не знаю где он нашелся я не могу его назвать по другому потому что машина по низу рынка в таком состоянии с крашеным ну фактически из поврежден нам одним крылом но очень отлично сделано и кстати от себя дядьки я сделал президент я ему залил одну плюшку не буду рекламировать какую но мне она понравилась лишним она точно не будет просто подарок для человека который вообще решил меня подписать на эту авантюру на большое спасибо за вот такой офигенный жизненный опыт я бы второй раз хрен бы его повторил честно скажу не в деньгах вопрос даже задорого не повторил бы вот второй шанс связать такое количество людей находящихся разных точках планеты чтобы вот все получилось если вот в этом во всем карточном домике хотя бы вытащить одну карту этот карточный домик нафиг разрушается поэтому друзья когда вы берете за какую-то такую сложную процедуру пожалуйста 12 раз просчитайте лучше лишний раз предупредить человека лучше лишний раз не заработать нежели потом оказаться каким-то чертом или же а на самом деле бы насколько же людей вставляют таким образом сколько людей типа да мы успеем да все будет классно неделю стоят на таможне и хер кто проехал а как хорошо жару свою голову засунуть воды блин сюда по шампунь у меня кстати с собой где-то там набор блин у меня есть шампунь кстати машину уже поздно я уже намылил так натирай мою башню натирай ой вот это все ликует и у моего почувствует себя в дорогой парикмахерской такой не делают на умывальнике Который сделан из коробки 6 литрового мотора Ой, что для Тарановки не сделаешь Давай А еще Еще чуть-чуть надо Еще не все смыл Еще чуть-чуть Нифига себе, бровь растет Такая здоровая Так, все, я красивый, можно ехать дальше